Теперь я предоставляю слово представителю Венесуэлы. Господин председатель, строго говоря, к сожалению, Совет сегодня продемонстрировал то, что он не способен добиться консенсию по поводу того, как подходить, как решать эту ужасную трагедию, которую с начала войны переживает сирийский народ. Главная причина подобного положения вещей – отсутствие единства – кроется в том, что некоторые постоянные члены Совета глубоко вовлечены в этот конфликт, и они поддерживали развитие подобных асимметрических войн, которые навязываются как новый механизм, полностью незаконный механизм свержения правительств. Мы полностью поддерживаем заявление представителей Египта в том отношении, что, к сожалению, те, кто виновен в том, что сотни тысяч погибнут на местах, они платят за эту стратегию на Ближнем Востоке, платят этим сирийский народ. Мы не постоянные члены Совета, и для нас это сигнал тревоги. Мы должны очень предметно задуматься. Вот чем из Совета безопасности подпитываются, поощряются конфликты, ситуации, которые нарушают Уставу ООН, нарушают все, за что выступает международная правовая система. Мы, как страна суверенная, страна, у которой нет никаких ни военных, ни геополитических интересов за пределами наших собственных границ, мы, тем не менее, видим необходимость полный голос выступить за то, чтобы предупредить мир о необходимости защиты принципов, принципов, положенных в основу деятельности ООН, уважение к суверенитету, соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела народов, концепция того, что суверенитет, за него отвечают жители самой страны. Это фундаментальные элементы. Никто в Совете безопасности не может решать, законно или нет правительство Сирии. Никто в Совете безопасности не может брать на себя право на то, чтобы лишать суверенитета правительства Сирии в отношении собственной территории. У нас есть уже болезненный опыт, который требуется глубинным образом обсудить и проанализировать для того, чтобы дать оценку, выполняет или нет Совет безопасности ту роль, которая на него была возложена, когда создавалась Организация Объединенных Наций. Мы оказались в условиях конфликта между мощными странами, влиятельными странами, но мы обязаны защищать принципы. Очень большое давление оказывают для того, чтобы братские страны, непостоянные члены, чтобы они поддержали одну или другую позицию. Мы призываем всех поддерживать принципы, призываем всех уважать, соблюдать эти принципы, как единственную форму нахождения политического решения не только сирийскому конфликту, но и конфликту в Йемене, конфликту в Палестине, конфликту на многих других территориях. Сегодня критикуют тот факт, что Россия использовала вето. А мы считаем, что вето во многих случаях используется для того, чтобы балансировать те ситуации, которые полностью не сбалансированы. Если бы можно было использовать вето на вторжение в Ирак, или если бы удалось использовать вето на бомбардировку Ливии, НАТО, тогда этого не произошло. Советы безопасности, особенно когда смотрят на Советы общественное мнение, используют двойные стандарты в подходе к разным ситуациям. Некоторые члены, которые напрямую вовлечены в конфликты, выступают с драматическими рассказами о страданиях человека. Да, достойно, к сожалению, страдания человека, но при этом полностью соучастнически молчат. Непонятно почему. По поводу страдания палестинского народа, когда Израиль наносит ужасные удары по полосе газа. Не могу понять, почему они молчат по другим конфликтам. Ситуация в Йемене. Господин председатель, мы проголосовали за вторую резолюцию, предложенную Российской Федерацией, поскольку нам представляется. Мы считаем, и по поводу резолюции, предложенной Новой Зеландией, что здесь есть элементы, которые могли бы позволить Советам высказать свою единую позицию в части того, как прекратить страдания гражданского населения в Восточном Алепе, во всей Сирии. Мы считаем, что мы в Совете безопасности общественности снова показали, что нет у нас единства по этим вопросам. Нужно, наверное, как-то помимо национальных повесток следовать конструктивным курсам, изыскать политическое переговорное решение этой драме. Нужно прекратить расправы в Сирии. Нужно прекратить вмешательство в Сирии. Нужно прекратить поставки оружия тем группам, которые не в состоянии отмежеваться от террористических групп. Организация объединенных наций должна помочь Совету в поисках этого конфликта. Или, как мы говорили, иначе такое явление, как терроризм, и далее будет обрушиваться многострадание народа Ближнего Востока. Представитель Венесуэлы за его выступление.